Десять лет назад, когда спорткар Mazda RX-8 сняли с производства, многим казалось, что на этом роман японской компании и роторного двигателя Ванкеля закончился. Разговоры о том, что такие агрегаты вернут в строй в том или ином качестве, звучали часто, но до дела пока не доходило. И вот недавно на автосалоне в Брюсселе Mazda показала новинку. Кроссовер с непростым названием Mazda MX-30 и Skyactiv R-EV. Фактически это расширение семейства уже серийной модели. Mazda MX-30 до сих пор продавалась как мягкий гибрид с обычным бензиновым двигателем или как чистый электромобиль. А теперь дебютировала роторная модификация. Самая интересная ее часть это гибридная силовая установка, в составе которой работает новая версия роторно-поршневого двигателя. Полвека назад многим казалось, что за такими моторами будущее. При небольших размерах и массе агрегаты обеспечивали высокую для того времени мощность. Однако быстро выяснилось, что у медалей есть и обратная сторона. Высокий расход масла и небольшой ресурс. Преодолеть эти проблемы полностью так и не удалось, в том числе и компании Mazda. Однако в новом кроссовере двигатель Феликса Ванкеля хоть и установлен под капотом, однако не связан с колесами напрямую и выполняет функции генератора. Тут-то и пригодились его компактные габариты и небольшой вес. К тому же мотор работает на постоянных, оптимальных для этой конструкции оборотах, а это позволяет минимизировать проблемы с расходом масла и износом деталей. В составе гибридной системы роторно-поршневой генератор подзаряжает батарею емкостью без малого 18 кВт-часов, которая на полной зарядке даст 85 км хода на электротяге. Характеристики самого двигателя не поражают воображение. Всего 75 лошадиных сил при объеме 830 кубических сантиметров. Однако это всего лишь генератор, а непосредственно колеса вращает 166-сильный электромотор, установленный на передней оси. И с учетом бензинового удлинителя хода, роторная Mazda проезжает около 600 км против 200 у чистой электрической модификации схожей мощности. Кроме того, гибрид с двигателем Ванкеля на 17 кг легче электромобиля и чуть быстрее в разгоне. Первую сотню такая машина набирает за 9 секунд с небольшим, а вот максимальная скорость у обеих версий ограничена на уровне 140 км в час. Все-таки хорошо, что хоть кто-то еще продолжает экспериментировать с автомобильными двигателями внутреннего сгорания. КОНЕЦ КОНЕЦ